Вот такая песня, которую тоже тысяча лет не пел и менял название. Сначала просто назывался «Афганский лейтенант», потом назывался «Лейтенант Хада», а Хад это у них примерно как у нас КГБ, потом заменил на «Лейтенант Царандоя». Но в принципе я хотел сказать в этой песне, что, конечно, наши военные относились к афганским военным с высока и имели на это основание. Но я как журналист, который все-таки мало воевал, но много куда ездил, и я видел очень хороших афганских ребят, очень хороших. И очень героичных, у которых там вся семья погибла. Они сорокались, они умирали. И второе содержание этой песни, я все-таки его поясню, там очень много о цветах женской одежды. Потому что, опять-таки, для воевавших ребят, ну вот они так воюют подряд, там два года находятся, им кажется, что вокруг-то ничего не меняется. А когда ты залетишь в Афганистан на несколько дней, на несколько недель, потом вернешься, потом еще через год или через два появишься и видишь изменения. Вот я, в частности, очень у меня подействовал, когда только начиналась война, буквально в первые дни, ну и вообще вот начало 18-го года, почти все параджи у женщин, или мне так казалось, они были черные. Потом где-то в 82-83 году стало все больше и больше таких игривых, голубых особенно, немного параджей было. А девчонки в колоколе, особенно лицеистки, студентки, они вообще наклеили, они стали ходить в обтягивающих джинсах, в прозрачных таких кофточках, под которыми там много чего интересного видно. А когда уже ближе к выводу войск, когда уже все почувствовали, что опять все будет хреново, и опять потихонечку так все стало больше черного цвета, уже девчонок в джинсах практически на улице было не видно и так далее. Вот такая песня, значит, последнее название введено в Царандуле. В Кабуле беседняя мода, на все даже на параджу, Рассматриваешь пешеходов, а я на тебя погляжу. Здесь женщина в цвете небесном, иконном рублевском почти, А впрочем, тебе неизвестно, про наши иконы, прости. Идешь по большому кову, сын маленького кишлака, Среди многолюдного гула тебе не уютно пока. Туканы, жаровые машины, навесы, витрины, лотки, И женщины, словно кувшины, блестательны и высоки. Гитарик столичного быта, тебе интересны всерьез, И манят глаза, что сокрыты, под ксеткой песковских волос. В селении высокогорном, другие фасоны цвета, Как женщины горбили в черном, смотрели сквозь нити холста. И мать, провожая, всплакнула, под гроба бьет он параджой. Был красен твой путь до капула, под крови своей и чужой. Ты думал, что рай тебе снится, на узком врачебном столе. Открыты тебе женские лица, увидев на грешной земле. Одет ты в белые ткани, где сестры стояли вокруг. Когда ты в наркозном тумане боялся, коснулся их рук. Нас женщины в черном рожают, нас женщины в белом хранят. Лазурным любовью сражают, краткою бросивши взгляд. Но вся их небесная вода тебе поклониться должна. Ты в сером подсвет небосвода, в котором дымится война.